Здравствуйте! Вы смотрите программу Событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Ремонт полным ходом. Завершается демонтаж старых конструкций Южного моста. На грани вымирания. Кто виноват, что пруд сухой, вскоре может оправдать свое название. Подвиг тыла ветераны Самарского авиапрома вспомнили Великую Отечественную. За ними Россия. Молодые самарцы прошли испытания всероссийского военно-исторического квеста. Из прошлого в будущее в Самаре открыли музей пост номер один караульной службы у Вечного огня. Южный мост по-прежнему центр. Внимание, самарцев. Но для автолюбителей есть хорошая новость. Подрядчики обещают, в середине июля половина Южного моста и путепровода Аврора будет полностью готовы. Тогда и планируют перебросить автомобильный поток, чтобы приступить к ремонту второй половины. Что происходит на мосту сейчас, выяснил Андрей Горгуленко. Именно эти деформационные швы и стали причиной трещин на путепроводе Аврора и Южном мосту, которые пугали автомобилистов. Сейчас рабочие устанавливают новые швы. Параллельно с этим продолжают демонтировать тротуарные блоки, перила и проезжую часть. По состоянию на сегодня на мосту Южном демонтировано 70% железобетонных конструкций, на путепроводе Аврора 80%. В середине июля за две ночи планируют перенести движение и пешеходную дорогу на другую сторону и начать ремонтировать вторую половину моста, по которой сейчас осуществляется движение. Движение пешехода осуществляется по той стороне, где не выполняются работы. То есть этим мы позволяем повысить ту безопасность, которая сейчас есть. При этом на этой стороне, где проводятся работы, выполняют мероприятия только специалисты, у которых есть соответствующая документация. Горожане сейчас ищут альтернативные пути, чтобы попасть в Куйбышевский район. Автолюбители выезжают из города через мост на улице Главной. Пассажиры стали чаще пользоваться электричками. Востребованы и автобусные маршруты. Для удобства горожан используются машины большей вместимости – до 116 человек. Как только закончится половодие, у жителей Самары появится еще один путь. Сейчас будет спуск воды с плотины. Когда вода займет нормальное русло, значит, будет организовано с улицы Флотской, как раз на Сухой Самарке, движение речных трамвайчиков. Напомним, ремонт Южного моста стартовал в ночь на 12 апреля. На объекте сейчас работают 70 человек и 15 единиц спецтехники. Чтобы процесс шел быстрее, дополнительно привлекут еще 20 рабочих. Также строители будут использовать цемент, который ускоряет время застывания бетона. Полностью завершить работы планируют к 1 ноября. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Свежая разметка. Ко дню Победы на Московском шоссе начались работы по восстановлению маркировочного рисунка. Техника выходит ночью, чтобы не создавать пробки. Сейчас полосы термопластиком наносят на гарантийном участке. За работами наблюдал Олег Зверев. Разметочная машина идет со скоростью 5 км в час, составляя за собой две 15-сантиметровые полосы. На Московском шоссе началось восстановление дорожной разметки. В течение трех суток новый пластиковый рисунок появится на всем участке, от Мичурина до Нового вокзальной. В 2015 году он был капитально отремонтирован, но разметка стерлась раньше. Согласно условиям контракта, срок гарантии на разметку составляет термопластиком два года. В настоящее время второй год подрядчик за собственные средства восстанавливает по гарантии горизонтальную разметку. Этот термопластик с улучшенными отражающими свойствами. Полосы лучше светятся за счет стеклянной крошки. Одновременно работы начались на Московском шоссе, улицах Новосадовой и Демократической. Причем разметка термопластиком наносится только на участках с интенсивным движением, на остальных белой краской. Пластик более устойчив, но при современной нагрузке на дорогу и эта разметка требует обновления раньше гарантийного срока. Интенсивное движение достаточно очень большое, с каждым годом она все растет и растет. Мы стараемся улучшать качество своих работ. В основном больше, наверное, износ идет в зимний период времени, когда шипами начинают ездить. Кроме того, разметочные машины работают, как правило, ночью, чтобы свести до минимума неудобства автолюбителям. Сейчас им приходится объезжать технику, зато уже ко дню победы на главных самарских улицах будет свежая разметка. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Экологическую тревогу забили жители советского района. Любимое место прогулок пруд на улице Антона Вовсенко под угрозой исчезновения. Местные жители обратили внимание, водоем уничтожается намеренно. В ситуации разбиралась Олеся Корецкая. Пруд «Сухой» может оправдать свое название. За несколько дней водоем уменьшился на треть. Местные жители рассказывают, когда около пруда начались строительные работы, сначала подумали, что площадку приводят в порядок. Но вскоре стало ясно – пруд засыпают землей. Но так как люди начали работать в темноте, мы, например, не поняли, куда КАМАЗы приходят или уходят с грунтом. Спросив рабочих, что тут происходит, они сказали, что засыпается полностью пруд. Кто делает, что делает, документов никто ничто не предоставил. Жители вызвали полицию, работы прекратились, но на следующий день начались вновь. Люди обратились в городскую администрацию. Сотрудники Департамента благоустройства и экологии по поручению главы Самары Олега Фурсова провели проверку. Выявили административные нарушения по нескольким статьям. На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении. Штрафные санкции здесь должностные лица от 10 до 30 тысяч рублей, юрлицу от 100 до 250 тысяч рублей. По истечению и проведению дела об административном правонарушении, я думаю, у нас будет виновное лицо, которое будет привлечено к административной ответственности. Сейчас вокруг пруда все работы прекратились. Здесь выясняется, кому принадлежит данный участок земли и что на нем можно делать по закону. Пруд сухой рукотворный водоем появился здесь еще до революции. Своё противоречивое название получил за способность пересыхать в жару и затем восстанавливаться. Местные жители настаивают, что водоем необходимо сохранить. Обещают очистить пруд от мусора, привести в порядок территорию. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, Максим Гусев, События. Слава победителям в Самарской губернии проживает почти 70 тысяч ветеранов, воин и тех, кто приравнен к ним по льготам. В Албасном клиническом госпитале проходит лечение не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники других боевых действий – блокадники, узники концлагерей и труженики тыла. Всестороннюю поддержку медучреждению оказывает попечительский совет, председатель губернатора Самарской области Николай Меркушкин. В 2016 году госпиталь получил 1 миллион рублей для премирования сотрудников. Также выделяются средства на обеспечение комфортных условий для больных. В преддверии Большого праздника Дня Победы глава региона поздравил пациентов и медперсонал. «Хотел бы всех поздравить с наступающим праздником. Мы будем встречать самый главный праздник нашей страны – День Победы. Тут очень много людей, которые имели прямое отношение, или воевали, или ковали победу в Тулу. В послевоенные годы восстанавливали и народное хозяйство, и переводили с военных рельсов на гражданские. Победа – это большой праздник, потому что мы победили врага». Они ковали победу в годы войны работники Самарского авиационного завода имени Кузнецова, в то время завода номер 24 имени Фрунзе, выпустили больше 40 тысяч двигателей для штурмовиков Ил-2. Сегодня на предприятии состоялась торжественная встреча с ветеранами производства. Они тоже приближали этот день как могли. Ветераны завода ПАУ Кузнецов трудились в военные годы днем и ночью, чтобы бесперебойно поставлять на фронт двигатели к штурмовикам Ил-2. «Мы ежегодно собираемся здесь и постоянно отмечаем годовщину победы над фашистской Германией. Мои родители начинали строить здесь этот завод и воевали, это и защищали нашу страну путем изготовления моторов авиационных. И мы дети, у нас стоял один вопрос, одна проблема – после родителей идти на наше предприятие». В преддверии Дня Победы ветераны ПАУ Кузнецов встречаются каждый год, возлагают цветы к вечному огню, вспоминают ушедших коллег и делятся своим опытом с молодым поколением. «Связь поколений на нашем предприятии поддерживается очень активно, в том числе благодаря самим ветеранам, которые не забывают дорогу к своему родному заводу. Они с удовольствием делятся опытом с нами, с молодежью, с представителями производственных подразделений». Ветераны вместе с руководителями завода и молодежью высадили аллею «Яблонь и сирени» в память о яблоневом саде, который был на территории завода в 1942 году. Его посадили в годы войны, чтобы обеспечить своих детей свежими фруктами. Но в середине 60-х годов сад вырубили для постройки нового корпуса. «Этот сад выкорчевали, но остались фотографии в альбоме о периоде Великой Отечественной войны. Мы решили в память об этом саде, в год нашего юбилея, в год 105-летия, возродить эту идею и попробовать опять высадить сад». А позже рядом с этой аллеей поставят памятник авиационному двигателю МК-12, который изготавливается на заводе уже более 60 лет. Татьяна Дмитриева, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Праздничные мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня во многих городах страны. В Самаре главные торжества состоялись на Площади Славы. Жители региона почтили память воинов и возложили цветы к мемориалу Вечного огня. Свою лепту внес Олег Зверев. «Знамя Победы» в одном строю с российским триколором. Праздничные атрибуты на Площади Славы. На торжественный митинг в честь Дня Победы собрались сотни жителей Самарской области. Это представители вузов, предприятий, воспитанники военно-патриотических клубов. За этот день, за мирное небо над нашими головами боролись наши предки, чтобы все мы мирно жили. Это большое значение имеет этот праздник для нас. Возле горельефа, скорбящая мать, снова море цветов в честь героев Великой Отечественной войны. 72 года назад они не просто отстояли свободу и независимость страны, советские воины спасли весь мир от фашизма. От имени губернатора Самарской области поздравляем вас с Днем Великой Победы. Желаем вам всем счастья, добра и мира. И долголетия нашим уважаемым ветеранам. Минута молчания предваряет основное действие в возложении цветов. Среди участников много заслуженных людей. Ветеран войны Петр Нагорнов, энергетик, а в 41-м был подростком, сегодня вспоминает, как, несмотря на юный возраст, работать приходилось по 12 часов в день. Предприятие обеспечивало электричеством стратегические заводы, в победу верили, а к трудностям относились легко. Все равно не падали духом. Ходили на танцы в свободное время. Давали нам выходные иногда в месяц один-два выходных давалось. И мы уходили в театр даже, ходили. А многие готовятся почтить память родных и близких 9 мая, пройдя по главной площади губернии в бессмертном полку. Олег Зверев, Григорий Пешаков, события. Они часовые вечные, у вечного огня. В Самаре открылся музей пост номер один из прошлого в будущее. История и герои самого почетного королу в губернии. Андрей Горгуленко стал первым посетителем музея. Форма, фотографии и памятные значки. Теперь у самарского движения пост номер один есть свой музей. Чтобы познакомить горожан с первыми краульными, с педагогами, воспитавших постовых из истории вечного огня, создатели проделали немалую работу. Поначалу дело шло медленно. Мы связывались с различными школами, с различными организациями, которые в советское время стояли на посту номер один. Была большая архивная работа, особенно по истории площади Славы, по строительству монумента. Пост номер один в Куйбышеве был открыт в 1978 году. А потому было несправедливо, что у такого движения до сих пор не было собственного музея. Традиционно в дни государственных праздников лучшие ученики заступают на пост к вечному огню. Нести этот пост нужно с достоинством. И ребята, которые побывают в музее, они поймут, что за этим движением очень большая история, труд очень многих людей. И естественно, что они должны тоже достойно нести почетную караульную службу. Познакомиться с историей Самарского поста номер один сможет каждый. Музей будет работать по будням с 9 утра до 5 вечера. Вход свободный. Андрей Грагуленко, Константин Головин. События. Победа глазами детей. В Самаре подвели итоги детского конкурса «Рисунок победы». Работы победителей удостоены выставки в одном из самых людных мест Самары на железнодорожном вокзале. Репортаж Марины Матвейшиной. Радуга как символ жизни и мира на земле. 9-летняя Карина Голямова изобразила победу по-своему. Девочка признается, очень боится войны, но любит слушать истории о своем дедушке-герое. У меня есть прадедушка. Мне мама рассказывала, как он рассказывал ей, как тяжело было на войне. И я решила изобразить то, что наши прадеды дают нам мир. В холле железнодорожного вокзала открыта выставка работ победителей детского конкурса «Рисунок победы». Его проводило региональное отделение ОНФ. Своей работой прислали более 500 ребят от 6 до 18 лет. Но жюри выбрало 15 наиболее эмоциональных рисунков. По подсчетам специалистов, увидеть работу смогут около 50 тысяч посетителей вокзала. Если говорят спасибо за творчество, если говорят спасибо за те воспоминания, которые ребята внесут в себе, мне кажется, что это мотивирует к тому, что они в дальнейшем будут идти дальше и дальше по пути своего развития как патриотов и как, собственно говоря, патриотов Самарской области. «Рисунки победы» — это своего рода письма благодарности и признательности ветеранам. Только написанные кистями и красками, говорят организаторы конкурса. Победители получат дипломы и рекомендательные письма, которые дадут дополнительный балл при поступлении в ВУЗ или лицей. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Проверить знания о Великой Отечественной войне и побегать в парке на свежем воздухе в Самаре состоялся всероссийский военно-патриотический квест. Игра проходит одновременно в нескольких городах России. Испытание истории преодолел и наш корреспондент. Что ты двигаешь? То есть, ну, так, так. Правильно, смотри, вот что, так, пойдем. Салей. Хорошая машина, дорогой, бро. Команды получили маршрутные карты. На них указаны пункты, где участникам предстоит выполнить различные задания. От проверки знаний о Великой Отечественной войне до оказания первой медицинской помощи. Всероссийский военно-патриотический квест стартовал одновременно в 60 городах России. Задания приходят всем участникам по интернету. В Самаре события развернулись в загородном парке. Это интересно, во-первых, во-вторых, хотелось каких-то новых, ну, как бы весна, все такое, хочется чего-то нового. Как бы устали сидеть в университете, хочется побегать. Все 15 команд настроены на победу. Многие накануне игры проштудировали учебник истории. Мы вообще учимся на историческом факультете, и мы как бы это знаем, поэтому, ну, мы освежали, конечно, свои знания. В процессе игры ребята погружаются в события военных лет, а такой молодежный формат дает возможность делать это с удовольствием. Поднимает патриотический дух молодых ребят, которые считаются, что мы все забываем, нет, мы все помним, всех наших героев чтим. И мне кажется, это просто суперформат для молодежи. Победители игры три команды получат главный приз – путевку на уикенд в Москву и Смоленск. С экскурсией по местам боевой славы. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Самара может стать молодежной столицей России. Один из шагов на пути к этому – форумы «Волга», который пройдет в регионе с 14 по 24 июня. Подготовку к встрече сегодня обсуждали на совещании в администрации губернатора Самарской области. Одна из главных задач – обеспечить высокий уровень мероприятия. Оно имеет важное значение для развития инновационной сферы, отметил глава региона. 15 мая завершится регистрация участников. Заявки уже подали 7 тысяч человек. В юбилейном году на форуме планируется особенная смена «Иволга Глобал». В Самару приедет иностранная делегация. На сегодня уже дали заявки 8 стран, которые приедут на форум. Их может быть еще больше. Это накладывает дополнительную ответственность на нас и по организации. Но все идет сейчас по плану. Молодежная политика всегда была в приоритете. Здесь есть куда двигаться, как развиваться. Я как уже сказал, что мы сейчас будем бороться за звание, что Самара станет у нас молодежной столицей. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре будут судить омского наркомана Евгения Завагина, взявшего в заложники 13-летнюю девочку. Уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами. Омский регион обратился к Приволжскому окружному военному суду. 1 февраля мужчина зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, он потребовал передать ему дозу героина. Полицейские задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала. Теперь Завагину грозит до 15 лет лишения свободы. На пересечении улиц Водникова и Кутякова восстановят деревянную башню. Имитация башни, которая являлась частью Самарской крепости, была построена в советский период. А сгорела она в октябре 2014 года. В Самаре был объявлен архитектурный конкурс, победитель которого предлагает воспроизвести трехуровневую конструкцию со строгом. На первом этаже автор планирует разместить сувенирные лавки и чайные. Также проект предусматривает возведение имитации кузницы с бутафорными предметами того времени. Одним из главных украшений крепости станет скульптура «Стрелец». Ее установят возле центрального входа в здание. В Самаре выбрали подрядчика для капитального ремонта площади Куйбышева. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок. Пешеходные дорожки и тротуары покроют бетонной плиткой, асфальтобетонное покрытие обновят. Также заменят бордюры, уложат новый газон и установят систему полива. Приведут в порядок зеленые насаждения, капитально отремонтируют освещение и стационарные туалеты. К тому же планируют установить светодиодные экраны и передвижные телевизионные станции. Ремонт должны завершить в этом году до 31 октября. Его стоимость оценили в 243 миллиона рублей. С 10 мая сразу после праздников в Самаре начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим будет отключена горячая вода. Это коснется улиц Карла Маркса, физкультурной, красных коммунаров, промышленности, аэродромной Авроры, Мариса Тореза, Революционной, Старозагоры, Московского и Зубчаниновского шоссе. Теплотрассы будут испытывать повышенным давлением воды. И потому энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности, не находиться рядом с охранными зонами и не оставлять там свои автомобили. В Самарской области синоптики обещают заморозки. Температура вновь опустится ниже нуля. Ночью в субботу 6 мая столбик термометра покажет 1,6 со знаком плюс, при этом местами до минус 2. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, возможно небольшой дождь. В ночь на воскресенье 7 мая потеплеет. В большинстве регионов области пройдет кратковременный дождь. При этом в регионе из-за сильного ветра, который до конца недели будет достигать 13 метров в секунду, по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность. Игры «Солнце и теней» в Самаре открылась выставка с таким названием. Оно, по признанию художника, имеет двоякий смысл. Буквальный. В работах присутствует игра «Света и теней», создавая образ. И еще один. Выставка открывает две стороны творчества художника. Все тайны мастера узнала Марина Матвейшина. Трогательная в своей нечеткости и чарующая в своей недосказанности. Графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь художницы Юлии Кузнецовой стали для нее новым, но полюбившимся опытом. Вдохновение послужили уютные улочки старой Самары со своей повседневной суетой. Такие моменты, которые зачастую бытовые, такие повседневные сюжеты, которые случайно увидишь в них какую-то красоту и хочется показать ее зрителю, обратить на это внимание. На выставке «Игра солнца и теней» представлены как яркие солнечные картины, написанные маслом, так и те, что для автора не свойственны. Мрачная графика пасмурных дней по-другому раскрывает талант художника. Сияющие такие солнечные блики в ее интермордах всегда вот ее отличали. Красочность такая. И вдруг немножко такая сумрачная графика зимнего периода, но по-прежнему импрессионизм присутствует в этих быстрых мазках кистев, свободных, раскованных, эмоциональных. На завораживающую игру «Солнце и теней» можно посмотреть в Доме журналистов. Выставка будет открыта до конца мая. Дарья Булавина, Марина Матвейшина, Дмитрий Мишканцов. События. Анастасия Павлюченкова успешно выступает на теннисном турнире в Марокко, а в тренерском штабе хоккейной «Лады» пока без перемен. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко о новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова вышла в финал теннисного турнира в Марокко. Сумоистка Мария Климова выиграла европейскую бронзу. Главный тренер Артис Абблс остается на своем посту и продолжит работу столетинской команды в сезоне 17-18. Генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров тоже продолжат работу в «Ладе», сообщает официальный сайт клуба. Латышский тренер возглавлял клуб в двух предыдущих сезонах. «Лада» занимала 13-е и 14-е места в Восточной конференции КХЛ и ни разу не пробилась в плей-офф. За 110 игр команда под его руководством одержала 41 победу. В грузинском Тбилиси завершилось юниорское первенство Европы по Сумо. В нем участвовали 290 спортсменов из 13 стран. В составе сборной России в соревнованиях выступала самарчанка Мария Климова, ставшая бронзовым призером. Мария боролась за медали возрастной группы до 23 лет, весовая категория до 92 килограмм. В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии. По итогам первенства Европы до 23 лет сборная России получила 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. Уроженка Самара Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Рабате победила американку Ларуэн Дэвис со счетом 6-4, 3-6, 6-3. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. 25-летняя Анастасия, занимающая 16 место в рейтинге WTA, сделала 2 эйса, 5 двойных ошибок, реализовала 6 брейкпоинтов из 9 и проиграла 5 геймов на своей подаче. За выход в финал Павлюченкова поборется с итальянкой Сарой Ирани. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин